Глава Кабмина, который должен быть равноудаленным при исполнении своих обязанностей, поскольку он руководит, разрабатывает и реализует политику, касающуюся всей страны, в очередной раз агитирует в пользу правящей партии. Вчера Дарин Ричан распространял газеты ПДС в целях пропаганды референдума. Фактически это происходит уже второй раз, когда премьер-министр агитирует в пользу правящей партии. Дарин Ричан выложил пост в социальных сетях, который сопровождается фотографиями. Там написано, что жители Унген лучше всех знают, что такое европейская Молдова. Они находятся всего в нескольких метрах от границы с Румынией, являясь примером страны, которая извлекла выгоду из процесса европейской интеграции и создала современные процветающие общества, отметил премьер-министр. Пятый канал задал несколько вопросов Центр избиркома о том, насколько правильно вести политическую агитацию накануне официального начала кампании по референдуму о вступлении в ЕС. На какие деньги проводятся пропаганды и когда будет дан ответ по этому поводу на вопрос внефракционного депутата члена партии Возрождения Василия Боли. В ЦИКе нам сообщили, что все эти аспекты будут обсуждаться в рамках заседания. На этой неделе запланировано рассмотрение заявления господина Боли на заседании ЦИК. Я думаю, вам правильнее было бы дождаться этого заседания, чтобы получить ответ. А мне не разглашать в комментариях, о чем будет идти речь на заседании. 9 апреля внефракционный депутат член партии Возрождения Василий Боли уведомил Центр избирком о действиях правящей партии Действия и Солидарность, представители которой провели, по его словам, политическую акцию по продвижению референдума по европейской интеграции, о которой еще официально не объявлено. Боли считает, что ПДС таким образом нарушила закон, поскольку избирательный кодекс не допускает политической агитации вне избирательного периода. Представитель ЦИК Павел Постика тогда заявил в эфире Пятого канала, что обращение парламентария будет рассмотрено согласно установленной процедуре. Мы также обратились в пресс-службу правящей партии за комментариями по поводу заявлений и претензий Василия Боли. Представитель ПДС Адриана Влас написала нам в сообщении, цитируем, «Партия Действия и Солидарность всегда выступала за европейскую интеграцию Республики Молдова. Мы также призываем господина Болю поддержать эти усилия. Давайте объединимся ради европейской Молдовы». Напомним, что представители ПДС в этом месяце ездят в регионы и призывают граждан принять участие в референдуме о вступлении в Евросоюз. Президент Майя Санду, глава парламента Игорь Гроссу, премьер Дарья Наричан, министр Андрея Спыну и несколько депутатов посетили ряд районов страны, чтобы обсудить плебисцит с населением. На встречах с людьми они распространяли материалы с политагитацией. Об этом в социальных сетях сообщил каждый представитель правящей партии. Кроме того, в столице установлены палатки, где также распространяются пропагандистские материалы, как ранее заявлял примар Кишинева Ион Чабан. На референдуме, который назначен на 20 октября, граждане ответят на вопрос, поддерживаете ли вы вступление Республики Молдова в Европейский Союз. После принятия парламентом постановление будет передано в Центральную избирательную комиссию. Ранее решение Конституционного суда, давшего зеленый свет проведению референдума, вызвало жесткую реакцию и резкую критику со стороны экспертов. Специалисты назвали проведение плебисцита незаконным, а изменение Конституции в такой форме – политическим и юридическим мошенничеством. К примеру, председатель Ассоциации юристов Лекс Скрипта Михай Корш заявил, что у гражданского общества и лидеров общественного мнения было слишком мало времени, чтобы высказаться по проекту, и что референдум представляет собой угрозу суверенитету страны. Критике подверглась и инициатива проведения референдума в один день с президентскими выборами. Депутаты от оппозиции и лидеры вне парламентских фракций считают, что ПДС таким образом продвигает свои интересы. Ассоциация «Промалекс» заявила, что европейская интеграция – это вопрос стратегического для Молдовы значения и не может быть монополизирован в избирательных целях какой-либо политической силой. В ассоциации призвали парламент пересмотреть решение о проведении плебисцита в один день с выборами президента. Ранее Санду заявляла, что на президентские выборы приходит большее количество избирателей, поэтому референдум предлагалось организовать в один день с выборами главы государства. В конце прошлого года депутаты от ПДС внесли поправки в избирательный кодекс, согласно которым республиканский референдум может быть организован одновременно с парламентскими, президентскими и местными выборами. Отметим, что в 2018 году по инициативе ДПМ была внесена поправка в избирательный кодекс, позволяющий проводить референдум в один день с выборами. Но когда ПДС пришла к власти, она отменила это положение.